Когда вы просите повышение зарплаты, то есть две стороны. Первая сторона это вы, кто заинтересован в повышении зарплаты. И вторая сторона, которая может повысить вам зарплату, а может и нет, это ваш начальник. Дело в том, что у подчиненного или у служащего и у начальника абсолютно разные взгляды на эти вещи и абсолютно разные мысли, абсолютно разные подходы. Я больше 25 лет выступал в качестве начальника. Я был руководителем фирмы и мне приходилось вести переговоры с подчиненными о повышении зарплаты. Иногда я повышал зарплату, иногда я это делал. О том, какие ошибки делают подчиненные, когда просят повышение зарплаты, я хочу рассказать сейчас. Я раскрою все тайны, почему я это делаю. Потому что я уже перестаю быть потихонечку начальником. Мне это перестало нравиться. Сейчас я веду канал на ютубе о том, как помочь людям сохранить деньги и как помочь людям сделать так, чтобы деньги были всегда. То есть я стремлюсь помочь людям сделать так, чтобы деньги были всегда. И поэтому один из вариантов и самый простой – это создать источники пассивного дохода. И этим надо заниматься. Я убеждаю в этом людей, чтобы не зависеть от воли начальника, чтобы никогда не просить повышения зарплаты. Но этого добиться быстро не удается, как правило. Поэтому приходится просить иногда повышения зарплаты. И о том, как не сделать ошибки и как правильно просить, я хочу рассказать с точки зрения начальника. Когда начальник вам просто не сможет отказать. Я надеюсь, что это видео будет полезно. Оно появится в ближайшее время. Оно еще только готовится. Поэтому надо подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы это не пропустить. И я расскажу об этом в ближайшее время. Основное мое направление – это как создать источники пассивного дохода. Конечно, о том, чтобы не зависеть от воли начальника никогда. Поэтому, смотрите, сейчас вы видите мое видео. Я на примере другого видео покажу. Вот другое мое видео. И вот здесь есть такой значочек. Видите? Вот он. Вот значочек, который вы видите. Вы наводите мышку на этот значочек. Здесь написано «Подписаться». Нажимаете на красную кнопочку и подписка. И там после того, как вы подпишетесь, сверху увидите там колокольчик, значочек. Если вы поставите колокольчик, то вы не пропустите мое видео, потому что при каждом моем новом видео у вас будет напоминашка. И вы точно не пропустите это видео. И еще я прошу вас поделиться вот данным видео со своими друзьями, потому что, ну, я уверен, что это будет очень полезно. Такие секреты начальники не раскрывают. А мне вот это же неинтересно, потому что я перестаю быть начальником. Я, повторяю, больше 25 лет был начальником. Подписывайтесь и не пропустите. До встречи. С вами был Демитрович Юрий.